Протечки кровли – это актуальная проблема в межсезонье. Осадки в виде талого снега и дождя проникают сквозь микротрещины кровли. Да, речь не об огромных повреждениях, видимых глаз у человека, а о дефектах размером меньше миллиметра. Такие проблемные зоны может зафиксировать только опытный специалист при помощи высокоточного оборудования. Я Александр, инженер службы качества «Технониколь». И в этом видео я расскажу вам, как избежать крупных затрат на ремонт кровли при помощи нашей услуги поиска протечек. Короткое замыкание, плесень, обрушение конструкции – и это не полный список проблем, которые могут возникнуть, если не проводить регулярное обследование кровли. Давайте перейдем к сути нашего обследования. Для этого мы приехали на объект. Может быть, два типа обследования – это когда мы обследуем всю кровлю, либо заказчик выявляет участки с протечками, отмечает их на плане кровли, и мы обследуем конкретно эти участки. Для обследования мы используем два типа оборудования. Сейчас у меня в руках дефектоскоп, который методом высоковольтного пробоя находит повреждения кровли. Сейчас я продемонстрирую вам, как работает этот прибор. К одной из металлических конструкций кровли на магнит или прищепку устанавливается заземление. Прибор подает на поверхность кровли ток. На месте повреждения возникает искра, и дефектоскоп подает об этом сигнал. При обнаружении повреждения прибор сигнализирует нам звуком и световым индикатором о наличии повреждения кровли. При обнаружении повреждения я отмечаю на поверхности гидроизоляции маркера и заношу в план кровли. Сейчас мы используем второй тип прибора, который показывает нам наличие влаги под гидроизоляцией. Когда прибор находит влагу, он сигнализирует звуком. Также это можно увидеть на шкале прибора, которая показывает уровень влажности под гидроизоляцией. На данном участке мы обнаружили негерметичный шов. Его я также отмечаю маркером и отмечаю на плане кровли. Какие же бывают причины протечек? Нарушение технологии монтажа, неверные проектные решения, повреждения кровли, связанные с неправильной эксплуатацией. По результатам обследования заказчик получает акт осмотра. Акт включает в себя план кровли с указанием мест протечек, участков повреждения гидроизоляции и зон, где выявлено наличие влаги. Также в акте указаны выявленные дефекты и ошибки монтажа, которые привели или могут привести в будущем к образованию протечек. В заключении вы найдете перечень замечаний, а также рекомендации по их устранению и ремонту кровельной системы. Мы рекомендуем не затягивать с решением вопроса поиска протечек. Лучше сделать обследование и локальный ремонт кровли сейчас, чем потратить миллионы рублей на капитальный ремонт кровли и ремонт оборудования, которое может выйти из строя из-за протечек. Продолжение следует...